Я могу сказать, о чем говорил Байден. Он говорил так, чуваки, мы додавим Россию экономически и политически так, что нам выведет отсюда войска. Условием этого будет амнистия и принятие в особом статусе Донбасса обратно. Это не оговаривается. Это рамочное соглашение, Минске и вариантов нет. Значит, у нас есть тяжелые отношения с Европой в этом отношении. У них своя точка зрения, Германия и Франция на этот конфликт. Они все время хотят лечь под Россию, договориться, пожертвовать частью ваших интересов. Мы с трудом удерживаем их от того, чтобы они вас сдали под Москву, но для этого надо выполнить вот это, вот это, вот это. Выиграть военным путем вы не можете, вы не можете нормальное военное строительство провести, для того, чтобы вышибить их военным путем. А выиграть им военным путем мы не дадим. Тупик. Значит, давайте-ка будем договариваться. Делайте Соединенные Штаты Украины, децентрализацию. Он прямо и сказал, отдельные штаты делайте. Про штаты, да. Да, пусть особый статус. Наверняка он приводил исторические примеры. Мы когда Техас забрали, он тоже был абсолютно дикий. И до сих пор там кричат, нафига нам, одинокая звезда, нафига нам, это ваша Америка, одинокая звезда, Техас сам справится, куча нефти, как бы и так далее. Везде есть такая тенденция, все имеют проблемы. Каталония хочет выйти из состава Испании, Ширландии, у всех эти проблемы есть. Хрен с ним, пусть будут. Кого надо дострелим, кого надо посадим, остальным дадим амнистию, как бы включим в органы власти. За это мы вам дадим денег, за это мы не дадим России победить. Вот то, что он говорил. Но вам придется продавить этот пакет соглашений. Именно поэтому они не хотят отставки Яценюка, потому что это означает развал коалиции, а тогда и перевыбор. А кто тогда будет принимать вот эти решения об амнистии и о выполнении немецких соглашений, даже в парламенте, об изменениях в конституцию. Им надо продавливать через нынешний состав парламента. Понимаете? Ну и Кабмина, то есть... А на этом очень многие хотят сварить. Вот сегодня депутаты Батькевщины подписали проект-постановы про отставку правительства Яценюка. Юлю хотят протащить, я так понимаю. И очень много интересантов хочет распустить эту раду и заново там новые комбаты и новые герои и активисты прорвутся в новую раду и точно не допустят такого голосования. Грубо говоря, давайте констатируем, что Байден поддержал верхушку и выступил против активистов украинских. Хотя погладил и по головке и сказал, что да, вот вы такие лучшие, самые хорошие. То, чего хотят активисты, активисты хотят военные победы, либо, по крайней мере, хороших тычков противнику, там наказание олигархов или найти способ заставить их работать на экономику и отказываться от компрадорской политики. И все остальное, они это против политики, которую Соединенные Штаты обозначили рабочными процессами. Понимаете? Поэтому, если активисты хотят победить, им надо бороться будет уже и США с политикой, которую здесь проводит США и Европа. Вот какую мы позицию попали. А я это говорил с первого дня Майдана. Майдан никому не нужен, говорил я и продолжал на этом настаивать. Он представляет и для России, и для нашей власти, и для Европы одинаковую угрозу. По-разному, но одинаковую. Никакого приветствия Майдана, кроме вот такого типа в стиле «Ура, молодцы, вы тут старые европейские ценности толеруете, за них гибнете». Но то, что ваши странные идеи по переформатированию существующих законов, существующих трендов культурных нам не нравятся. Майдан – это хроноклазм. Это трансляция из будущего в чистом виде. Будущее всегда достигается чем? Ломкой настоящего. И вот европейцы и американцы сейчас спрашивают, а зачем мы будем ломать настоящие? Мы являемся, Меркель, Оланд и Байден являются элитой в существующей системе правил. Зачем я буду ее отменять? Потому что в Киеве собралась толпа в 200 тысяч человек. Я буду все это менять в европейском масштабе только потому, что так захотели Мустафа Найем и Сергей Лещенко? Нет. У нас есть рамочная конструкция. Вся борьба в мире, давайте возьмем широкую, сейчас идет за что? Чтобы сохранить старую мировую систему. Они все туда инвестируют. А Украина может выжить и состояться только на условиях ломки всей этой старой системы. Потому что она просто из будущего пришла. Вот наш экзистенциальный выбор. Гости из будущего. Мы воюем с Россией, мы воюем с собственной властью и мы воюем со старой европейской и американской элитой, которая хочет удержать все статус-кво, который он был. Просто в этом статусе-кво, возможно, Украину сделают членом кандидатов в бывший Запад. Пока мы станем кандидатами, пока мы туда пойдем, Запад изменится уже радикально. Понимаете? Ломка старой системы. Лавров очень метко сравнил при всех насмешках, которые мы обычно ему посвящаем и считаем его полным негодяем. Лавров сказал, что ситуация в мире напоминает ситуацию перед Первой мировой войной. Он очень прав, потому что, что такое Первая мировая война? Это тотальный слом системы, состоящий из монархии, империи и так далее. Переход к национальным государствам. Колоссальная перемена. До этого студенты и любой человек, который хотел поехать из Киева в Швейцарию, он садился на поезд и ехал. Границы не было. Оружие провозил с собой. Можно было взять винтовку и заехать в Швейцарию. Паспортов не было практически и так далее. После войны все это... Нужно было брать, выписывать паспорт. Ну там какой-то там выездной паспорт, но там граница была формальная. Паспорт посмотрели и пропустили. Но это вот революционеров могли не пускать. Но то, как мотался Ленин и все эти большевики, лишний раз показывает, насколько была свободна эта самая. Или почитайте Достоевского. Хотел выехал, биографию. Хотел выехал на курорт в Швейцарии, поиграл, хотел вернулся. Никаких проблем не было. Притом, что он был диссидент и даже подсмертной казнью был в России. Тогда не было казино жена этой идеи. И сейчас нет казино. Это означает, давайте констатируем, что меняется весь мир радикально. Вот та система, которая существует, радикально меняется. Датюк считает, что она меняется в пользу организованных сообществ. Умирает эпоха национальных государств, появляется организованное сообщество. Они могут быть организованно, быть радикально, горизонтально, границы уже не играют значения. Я там считаю свое. Что полиглобальный проект стучится в двери. Там разные. Это примерно совпадает. Кто-то еще свое. Но старый мир умирает. И старые элиты произносят здесь неисторические речи, которые нас толкнут в будущее. Они говорят, чуваки, успокойтесь, потому что мы хотим сохранить то, как было. Мы стали элитами. У нас все. У меня 300 поколений предков у Байдена. Они приплыли на мои флауре. И с тех пор являются американской элитой в конце 17 века. Я не понимаю, зачем я должен это отменять. Мы играем по таким правилам. Мы стали в этих правилах сильных. У нас есть свои цели, тенденции. Пусть этот мир останется таким, как есть. Мы делаем все, чтобы его стабилизировать. И вы начинаете свой дурацкий непонятный Майдан, который нам разваливает весь наш драйв. Вот это противостояние. Вся эта кучка активных людей в Украине, 20-30 тысяч человек, противостоят российской элите, российскому обществу, украинской элите. И значительная часть украинского общества, американской элите, европейской элите, и вообще все остальные мировые элиты. Возможно, у них есть где-то еще союзники. Но это всегда союзники, оформленные не в рамках национального государства, а скорее всего сообщества. Начиная от каких-нибудь берлинских художников, которые самозахватом взяли дома и рисуют. Заканчивая какими-нибудь, я знаю, маргинальными, крайне правыми, крайне левыми профессурами, где-нибудь в Токийском университете, в Университете Ослое, в Университете Гарварда. О которых мы, например, не знаем, потому что мы выкинуты из этого дискурса, хотя бы из-за незнания языка алмаса и отсутствия доступа к этим трендам новым, философским и так далее. Поэтому, плюс еще наши враги ИГИЛ, потому что они там свой проект, да, там еще и еще. И короче, вот такое, война всех против всех. Сирия является символом того, что происходит в современном мире. Старый порядок рухнул, новый порядок пытается обустроиться и разные силы борются за что? За то, чтобы сохранить старый порядок или инсталлировать свой новый. ИГИЛ хочет инсталлировать свой новый, россияне хотят вернуться к многополярности эпохи Венского Конгресса. Американцы и европейцы хотят установить старый добрый мир, мультикультурализм и так далее. В то время как ничего не будет, ни того, ни другого, ни третьего. Все проекты проиграют, победит некий новый проект. Но победит он, он рождается в таких муках, что было бы очень напрасно считать западные элиты, европейские и американские союзниками. Они первые противники этого проекта. Ну не первые, а одни.